МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей в студии Виктор Раду. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За минувшие сутки на дорогах Ходесского региона зарегистрированы 11 ДТП. Два человека погибли, 13 травмированы. На автодороге Одесса-Кутюрганы водитель ВАЗа сбил мужчину, который шел по проезжей части. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал грузовой автофургон. От полученных травм мужчина погиб на месте, а личность погибшего устанавливается. В Сатарбунарском районе на закругленном участке дороги водитель Тойоты из-за плохой видимости совершил наезд на человека, лежавшего на проезжей части. 60-летний пешеход получил тяжелые травмы и скончался в карете скорой помощи. А в Одессе на поселке Котовского неустановленный автомобиль сбил 16-летнего подростка. ДТП произошло на улице Марсельской на нерегулируемом пешеходном переходе. После аварии водитель скрылся, подросток получил сильные ушибы. Не способствуют безопасности дорожного движения и ежедневные веерные отключения света. Примерно дважды в день по несколько часов целые районы остаются без электричества. Кроме бытовых неудобств, отключение светофоров и темные улицы угрожают жизни и здоровью людей. Вечером по проезжей части двигаются огромные потоки транспорта и уставшие пешеходы. Ездить по городу при отключенных светофорах крайне трудно, сетуют автолюбители. Особенно сложно, когда это большой перекресток с непрекращающимся потоком машин. При этом делятся одесситы наблюдением. На магистралях города очень мало регулировщиков. ГАИ, конечно, там некоторые перекрестки регулируют, но есть, конечно, где их нет, тяжело, конечно, без них. Трудности в том, что где повернуть надо, например, налево в данной ситуации, и здесь не будет регулировщика, это почти невозможно, что приводит к экстренной ситуации. Например, следующий светофор, Бабеля, там никогда не стоит регулировщик, но там ежемесячно аварии, когда не работает светофор. Регулировщики должны стоять, понимаете, регулировать, потому что такие пробки сумасшедшие. В ГАИ, в свою очередь, рассказывают, что регулировщики выходят на смену в максимальном объеме, но это не решает проблему. Сотрудники ГАИ по инструкции не имеют права регулировать перекрестки в вечернее время суток. Это крайние меры. Тем не менее, в целях безопасности всех участников дорожного движения Госавтоинспекция Одесской области выполняет ручное регулирование на магистральных перекрестках даже в темное время суток. Мы находимся по одной причине. Мы занимаемся регулированием дорожного движения. В темное время суток. В особенности это касается, когда есть у нас заторы в городе. Мы вмешиваемся и регулируем. За сутки больше 55 отключений по городу, перекрестков. Мы просто не можем выставиться из-за малого количества людей. Ежедневно ручное управление осуществляют порядка 10 регулировщиков. В целях безопасности сотрудники ГАИ обеспечены дополнительными светоотражающими средствами. Мы находимся на Большом магистральном перекрестке Краснова-Адмиральский проспект. Значит, в связи с дорожной обстановкой, то есть, будем говорить так, отключением света и с последующими отключением светофорных объектов непосредственно, выставлены регулировщики на перекрестках, ну, не только на этом перекрестке, на данный момент на 10 перекрестках в городе Одессе, таких вот магистральных больших перекрестках, выставлены регулировщики для того, чтобы транспорт не испытывал, скажем так, неудобств, заторов, то есть и для безопасности дорожного движения. Как отмечают в ГАИ, за сутки в городе происходят более 35 столкновений без прострадавших с механическими повреждениями транспортных средств. Поэтому, как подчеркивают инспекторы, безопасность зависит не только от сотрудников ДПС, но и от всех остальных участников дорожного движения. Сотрудники ГАИ призывают водителей быть толерантными, уступать друг другу и строго соблюдать правила дорожного движения. Это поможет избежать многих неприятностей в предпраздничные и праздничные дни. Во вторник состоялась последняя в этом году 39-я сессия областного совета. В ходе заседания депутаты избрали нового главу областного собрания, доработали несколько региональных программ, а также поделились планами на следующий год. Сессия Одесского областного совета уже традиционно начинается с исполнения гимна Украины. Далее депутаты приступают к рассмотрению утвержденной ранее повестки. Первый основной вопрос избрания нового главы областного совета. По результатам тайного голосования, в котором приняли участие 110 депутатов, новым председателем областного совета стал Михаил Шмышкович. Свои голоса за него отдали 78 человек. Выбер обседателя это будущее работы областного совета. Вот мы проговорились с Мушковичем, сейчас, наверное, все-таки запустим свой комитет по реформам при областном совете, если не заработать при областном администрации. Есть планы, где-то, думаю, к 17 числу мы уже привлечем и общественность, и научный потенциал Одесщины для того, чтобы был свой комитет по реформам при областном совете. Для того, чтобы, как говорится, не ждать, что тебе с Киева пришлют, а участвовать и влиять на принятие решений в Киеве. Главная задача комитета по реформам участвовать в процессе принятия решений, касающихся функционирования органов местного самоуправления, а также влиять на них. В своей работе депутаты намерены использовать весь научный потенциал региона. Будет меняться законы местного совправления. Опять начнут изобретать велосипед. Зачем изобретать? Мы подписали хартию местного совправления, давайте ее имплементировать. Не надо нам 20 или 30 процентов по хартии нам 50 положено, а давайте нам 50 процентов бюджетных средств сюда. По словам Валерия Лакальчука, важной составляющей работы комитета по реформам станет разработка предложений по упорядочению и упрощению всех происходящих в регионе процессов, в том числе и избирательного. Будут выборы по открытым спискам и очень много будет проблем, потому что не знаний. Участвовать каждый день в жизни своего региона, в жизни страны и влиять на принятие решения Киева и здесь. Что касается остальных вопросов повестки, то депутаты подкорректировали ряд целевых программ, приняли несколько кадровых решений и внесли изменения в бюджет области, а также присвоили Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения. Другие важные для региона вопросы депутаты обсудят на следующей сессии, которая состоится уже в новом году. Традиционно в разы перед Новым годом повышается спрос на фейерверки и петарды. Однако безопасность использования пиротехнических изделий остается ежегодной проблемой. Качество и срок годности этих устройств зачастую напрямую связаны со здоровьем тех, кто ими пользуется. В связи с этим правоохранительные органы Одессы осуществляют рейды по проверке законности продажи пиротехники. В Одесском регионе в канун Нового года созданы мобильные группы по пресечению нелегальной торговли пиротехнической продукцией. Вся несертифицированная пиротехника изымается, составляется административный протокол, а нарушителям грозят штрафы, предупреждают сотрудники обл. МВД. При покупке петард и фейерверков необходимо требовать сертификат на данный продукт. Прежде всего торговля законна и разрешена только в магазинах, у которых есть специальные лицензии. Категорически запрещена торговля пиротехникой на территории рынков. Также возле рынков и на улицах города. Также строго запрещена продажа пиротехнических изделий лицам до 18 лет. А реализаторы фейерверков и петард должны быть обучены правилам безопасности и уметь проинструктировать покупателя. Также персонал, который торгует с пиротехника, должен быть обучен, то есть должны быть соблюдаться все меры безопасности. Также человек должен объяснить покупателю все меры предосторожности и провести инструктаж по пользованию пиротехникой. На брифинге также шла речь и о детях, ведь именно они в дни новогодних каникул подвергаются особой опасности как в быту, так и на улицах. Правоохранители обращают внимание у взрослых на необходимость организации качественного и безопасного отдыха школьников. К сожалению, именно в новогодние праздники увеличивается травмирование детей как в быту, так и на дорогах, поэтому убедительная просьба соблюдать меры безопасности и, конечно же, должен быть постоянный контроль за тем, где и как ваши дети проводят свободное время. В период зимних праздников правоохранительные органы Одесской области приведены на усиленный режим несения службы. В охране общественного порядка в период с 19 декабря по 15 января будут задействованы около 2,5 тысяч сотрудников милиции. На брифинге также было сообщено, что лицо, причастное к факту пропажи золотых слитков из Одесского отделения Национального банка Украины уже установлено. Злоумышленник на данный момент пребывает за пределами нашей страны. Напомню, кража золотых слитков на сумму более 5 миллионов гривен была выявлена во время проведения планового аудита в терруюправлении НБУ 19 ноября. Золото якобы подменили на стадии приема. Правоохранительные органы ведут следственные действия в рамках начатого уголовного производства. В Одессе набирает обороты торговля новогодними елками. Точки реализации хвойных деревьев с приближением 31 декабря множатся, как грибы. Но одновременно с ростом новогоднего предпринимательства активизируются и правоохранительные органы Одессы, выявляя факты незаконной продажи праздничной хвои. Ежегодно одесские правоохранители проводят совместные предновогодние рейды с целью выявления и задержания лиц, незаконно продающих зеленых красавиц. В милиции отмечают, что при покупке хвойного деревца покупатель должен обратить внимание на его маркировку. Пластиковую бирку со штрих-кодом также на стволе должна присутствовать печать лесничества. Кроме этого, каждый покупатель имеет право потребовать от продавца сертификат санэпидемстанции на содержание в товаре радиоактивных веществ. Также у человека, который занимается торговлей, обязаны быть, понятное дело, что лицензия на разрешающее право торговли. Затем, место, где он торгует, должно быть согласовано, то есть разрешение органа местного самоуправления. Также план-схема, которая определяет место торговли зелеными насаждениями, то есть хвойными деревьями. И также товаро-транспортная накладная. В случае отсутствия какого-либо документа торговля считается незаконной и товар изымается. На нарушителя составляется административный протокол и налагается штраф порядка 8,5 тысяч гривен. В прошлом году государственные предприятия Одесского областного управления лесного и охотничьего хозяйства реализовали более 15 тысяч хвойных деревьев. В этом году лесники планируют продать не меньше, но при необходимости предприятия могут предоставить покупателям даже 100 тысяч новогодних красавиц. На сегодняшний день у нас уже продано 7100 елок. Елки продаются с плантаций наших. Если брать прошлый год, в прошлом году у нас реализовано 15 тысяч. В этом году мы планируем 17 тысяч. Цены на хвойные деревья в лесхозах варьируются в зависимости от высоты понравившегося товара. Средняя реализационная цена 50-60 гривен. В основном в зависимости от высоты. Наши елочки выращиваются на специальных плантациях новогодних елей, которые предназначены именно для Нового года. Чебы, безусловно, есть на всех новогодних елочках. Все они проверяются. Телефон горячей линии на нашем сайте, у которого можно проверить легальность елочки. В этом году предприятия лесного хозяйства Одесской области будут реализовывать новогодние деревья на специально организованных елочных базарах. Местоположение этих торговых точек можно выяснить в самом управлении или на сайте ведомства. А у покупателей накануне Нового года извечный вопрос. Какую елку выбрать? Искусственную или живую? В катке или самодельную? Живая хвоя пахнет, а искусственную целый год надо где-то хранить, оберегая от пыли, говорят приверженцы натуральной елки. Главное же достоинство искусственного новогоднего атрибута отсутствие колючек на полу, что существенно сокращает время после праздничной уборки. Пьеса одесситы скорее приверженцы традиционных ритуалов и атрибутов. Новогодние праздники невозможно представить без хвойной атрибутики. Именно красавицу елку, живую, с запахом, многие одесситы предпочитают внести в дом хотя бы на несколько дней. Говорят, она дарит праздничное настроение и ощущение волшебства. И независимо от семейного бюджета горожане покупают хоть пару настоящих живых веточек лесного чуда родами с детством. Люблю запах елого, люблю живое. Живое больше, чем неживое. Мы возьмем веточку елочки. Почему? Не позволяет пенсии на большее. Хочется и запах, хочется и цвет, хочется детства. Живую, сосну. А чего? Ну, мы искусственную не любим, а елки, потому что сыпется. Сосна самый оптимальный вариант. Купили мы заранее, хотим поставить как бы в детской нашей, чтобы елочка стояла. Новогоднее настроение, пахнет Новым годом. Есть у нас искусственная елочка, маленькая, но мы купили большую красивую елку. Одесситы говорят, что уборка иголок вовсе не останавливает в желании наполнить дом запахом настоящей хвои. В праздничной стране сам запах. Обычно продают подставки, а если нет, ведро воды, воды, песком. гирляндочки. В праздничной стране, какие-то жертвы, ничего страшного. Поэтому лучше бы это сном, не более, ничего падает. Да ладно, полчаса уборки того стоит. Мы всегда ставим только живое, тевак, нам нравится живое, пахло больно. Мы тоже. Как-то больше Новым годом пахнут, когда свежая измерка и сосна. И сосны, потому что у нас маленькие еще есть. Одесситы – народ смекалистый. Из любой ситуации находят нестандартный выход. Некоторые горожане уже знают, как будут нивелировать последствия новогодних праздников. Говорят, когда настанет время выносить елку, можно иголки заварить и хвойный отвар использовать для ванны. Знают горожане и рецепты создания альтернативной живой атрибутики. Ведь сделать елку своими руками можно из всего, что подскажет фантазия. А украсить самодельное деревце можно и сушеными цитрусовыми, и конфетами, и орешками. Ну и, конечно же, всем тем, что можно смастерить семьей, предвкушая праздник. Мы планируем купить эту елку и поставить ее в комнате. Шары и Деда Мороза со снеговиком рукодельные. Мы с дочкой, кстати, уже готовимся несколько дней. С ней пошили такие свои ручные игрушки. Там Деда Мороза из ткани, из фетра сделали. Как-то нам хочется, вот купили сейчас шишки, хотим немножко задекорировать. Но можно купить и искусственную елку. Эти варианты подходят тем, кто против вырубки леса. На данный момент, я думаю, что буду класть искусственно, штучно. Тобто, я считаю, что нужно выректи нашу природу и не наносить шкода. В прошлом году мы покупали живую елку, но мы обращали внимание, чтобы была маркировка лесное хозяйство. То есть, мы не берем браконьерские елки и противники. Нам их очень жалко, что их заранее вырубывают, продают, они уже желтеют, в общем-то, и внешнего вида никакого. Наверное, все-таки остановимся на искусственной, но хорошо подумаем, почитаем, кто производители. Дочка меня, конечно, ругает, что запаха нет, но я не знаю, где это столько вырастить этих бедных елок буквально на какую-то неделю. Жалко, жалко. Всех с наступающим, всего хорошего, удачи, настроения, любви, чтобы как-то приподнялось настроение. Еще один вариант украшения дома к Новому году – живая ель с корневой системой, которую в начале весны можно высадить в открытый грунт. О правилах ухода за такими зелеными красавицами после новостей в программе «Тема дня» расскажет директор компании «Флорай» Валерий Дереча. И тут мы ее заносим в дом или в квартиру, то есть мы ее будем. В результате на наших глазах начинают распускаться почки, которые как распускаются весной, если вы помните, как это красивый процесс идет. Да, это красивые, сочные такие ветки. Вам это всем нравится, когда это происходит. Вы еще начинаете ее поливать, ей еще лучше. Ну, вообще, чуть ли дело не к лету идет. Очень красиво елочка выглядит и радует нас. И тут, когда заканчиваются все эти новогодние праздники, то есть, образно, у кого-то они заканчиваются там 20 января, у кого-то 1 февраля, ну, не важно, они заканчиваются. У кого-то до 8 марта для отца, да. Да, ну, тем не менее, наступает момент, когда вы ее решили вынести опять на улицу. Надо с этой елочкой что-то решать. К 14 годам лишения свободы приговорен 20-летний одессит, виновный в убийстве девушки. В июне прошлого года парень приехал к родственникам в Фонтанку. Время ссоры на чердаке школы нетрезвый гость избил кастетом и задушил 16-летнюю знакомую. Затем перенес тело на лестницу для имитации падения жертвы со второго этажа. А 29-летний, неоднократно судимый злоумышленник, подозываемый в жестоком убийстве 56-летнего частного предпринимателя, на этот раз может получить пожизненный срок. В дежурную часть поступило сообщение о том, что в собственном доме обнаружат труп мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия судебно-медицинский эксперт зафиксировал у жертвы черепно-мозговую травму и пять проникающих ножевых ранений грудной клетки. Кроме того, руки и ноги погибшего были связаны электрическими проводами. Из дома исчезли значительная сумма денег, бытовая техника и ювелирные изделия. А из гаража автомобиль Hyundai. Введенный в действие милицейский план «Перехват» уже на следующий день дал результат. Автомобиль был найден в Беляевском районе, а вскоре установлена и личность подозреваемого, который задержан на съемной квартире в Одессе. Не виявився, не працюючи, 29-річний односельчанин загиблого, який, до речі, кілька разів відбував покарання за вбивство, розбійний напад та крадіжки. І вже згодом, завдяки вмілим та професійним діям співробітників міліції, було встановлено місце знаходження злодія в Одессі, який переховувався в найменній квартирі, де його й було затримано. Правоохоронці у вказаному помешканні провели санкціонований обшук, в ході якого було вилучено вся майнота більшість рашових пошлів, які були викладні в бутылку потерпівлів. Сейчас подозреваемий знаходиться в СІЗО. За умышленне убийство, розбой і незаконне завладення транспортним средством йому грозить лишення свободи на срок до 15 лет чи пожизненне заключення з конфіскацією імущества. В Одесі к двом годам заключення с годичним испытательним сроком приговорен военнослужащий, який без разрешення покинул воинскую часть і две недели уклонялся от прохождения службы. Мужчина був мобилизован і зачислен в состав зенитно-ракетного дивизиона в марте. В ноябре солдат без уважительних причин самовольно покинул расположення воинской части і три недели уклонялся от прохождения службы, знаходясь дома. Суд утвердив соглашення о признанні вини заключенне между прокурором і обвиняємим в дезертирстві. Мужчине назначено наказання в виде двух лет заключення с освобождением от отбывання наказання з годичним испытательним сроком. Одесса бережет аутентичные національные традиції. В предновогодні дні взрослые і маленькі одеситы собрались на вечерниці. На предложенных организаторами мастер-классах гости учились выпекать традиційні рождественські українські пряніки, плести древніше рождественське дерево дедух і делать набойки на ткані. Кроме того, всіх ждал сюрприз – дефиле старинних українських нарядів. Масштабный праздник, приуроченный ко дню святого Николая собрал і взрослых, і детей на традиційні вечерниці. Помимо атмосферы праздника, гости смогли узнать традиції і обучаи наших предків, прикоснуться к тому, як жили прежні українці. Але перед началом вечерниц в імпровизованну гостиную внесли благодатний вифлеємський огонь мира і дружби. Каждий год выбирається лучший скаут Європи до 14 років. Этот ребенок їдет прямо на гору, і потом передаються буквально отряду к отряду. Наши приехали киевляне в этом году призвали стафету из Крыма, і дальше традиція передавати этот огонь добра і света людям. Не мене інтересними на вечерницах оказались і мастер-класси по аутентичним ремеслам. В одной із комнат плитут дидух. Древніший образец української рождественської обрядовости. Своєобразне украшення дома, символ урожая, благополучия, богатства, оберега рода. Как отметили организаторы, в Одесі не так много людей, которые умеют плести настоящий дидух. Но занятие это увлекает всех независимо от возраста. Я делаю колоски, 7 колосков. Это сколько дней в неделю. И эти колоски приносят счастье. Из другой комнаты доносятся приятные ароматы. Это запах традиционного печенья, который наши предки выпекали специально ко дню Святого Николая. У нас вышли вот такие вот интересные фигурки, игрушки. Вышла елочка, цветочек. Дети их украшали. Вот у нас еще есть недопеченные с рисунком, которые дети сами делали. Также у нас до сих пор еще печется печенье. Так. Ребятки. Все. Смотрите. Смотрите, что у нас вышло. А рядом роспись по ткани в технике набойки, которая раньше использовалась для нанесения орнамента на одежду. Вот такие набойки используются деревянные. Они окрашиваются при помощи красителя. Я сделала казака и берегиню, которую увидели овечек. Овечек зимой. Я сделала такую композицию. Идет казак на войну, светит солнце, ну, уже заход солнца, звездочки начинают выступать, ну, и как бы овечки, ну, и еще много всяких узоров разных. Гости вечерниц пришли также не с пустыми руками. Мы сегодня как раз пришли для того, чтобы поучить рождественские песенки, калятки. Прошлогодний репертуар мы не будем повторять, а поучим новенькие. Изюминкой нынешнего праздника стал уникальный показ старинных украинских костюмов 19-го начала 20-го века. На дефиле демонстрировались как реконструированные казацкие, так и костюмы современного пошива. Мы хотим показать, что наши предки очень занимались тем, как выглядеть, как себя подать, как выглядеть среди других людей. Это очень-очень важно. И сегодня мы должны помнить, что предки передали нам это умение и нам нужно его передать дальше. И интеллектуальный форум безусловно поддерживает этот захист, принимает участь. Посетители познакомились с традиционными и обрядовыми костюмами разных регионов страны. Увидели наряды, которые носили в праздники и на каждый день. Часть мужских и женских нарядов из личной коллекции директора культурно-образовательного центра Сергея Шпака. Среди них один из самых старинных сохранившихся костюмов мужская одежда казака. Это костюм сделан в технике валяния натуральной. Он характерный как для 19-го, так и для 18-го, столица. Чем характерно? Если мы позаду развернем его, то мы видим много таких складок. Для чего? Чтобы он мог залезти на коня, ему не заважало одежда. Это сразу показник, что этот козак был вершником. Вечерницы, на которых можно узнать об особенностях и нюансах украинских традиций, обычаях и славной культуре предков, запланированы до 14-го января. Новый год время чудес, подарков и исполнения желаний, особенно детских. В рамках акции «Делать добро легко» инициированной компанией «Киевстар» воспитанники специальных детских учреждений Одессы, Николаева и Херсона получили более тысячи развивающих игр, пазлов, конструкторов, книг и музыкальных инструментов. Сотрудники компании совместно с волонтерами фонда «Добре речи» приехали в гости к воспитанникам школы-интерната номер 91 для глухих детей. Юные одесситы получили долгожданные подарки и провели незабываемое время в компании с Дедом Морозом. Поделиться теплом своей души, сохранить детскую веру в волшебство Нового года и Рождества и привести ребятня с особыми потребностями не просто игрушки, а подарки, развивающие мелкую моторику, логику, внимательность решили в компании «Киевстар». В рамках компании делает добро легко в течение трех недель в офисах и сервисных центрах компании инициатора, а также у партнеров акции были развернуты 37 пунктов сбора подарков для детей. К нашей акции присоединились многие средства массовой информации Одессы, Николаева и Херсона и благодаря совместным усилиям мы смогли собрать в шесть детских домов более тысячи различных развивающих игр, пазлов, книг и других подарков. Кроме развивающих игр и книг волонтеры фонда Доброй Речи и партнеры акции приготовили детям наборы для юных физиков и химиков, различные конструкторы, а также спортивный инвентарь. Традиционно к Новому году принято дарить сладкое, какие-то мягкие игрушки, еще что-то. Мы решили, что развитие и образование наших детей это наиболее важное, что может быть и мы решили посвятить наш сбор конкретно развивающим каким-то вещам. В этот день организаторы акции с подарками и в компании с Дедом Морозом пришли в гости к воспитанникам школы-интерната номер 91, где обучаются 110 детей с проблемами слуха. О-о-о! А что же я буду делать? Так вы же теперь уже учиться не будете? Нет. Будете только играть? Да. Но игры хорошие. Вот такие виды, что голова будет умная. А коллектив благотворительного проекта Доброй Речи подарил воспитанникам интерната специализированный усилитель звука. В преддверии Нового Года это то время, когда все дети ожидают чуда. Мы от себя хотим максимально его усилить, подарить, возможно, тем, кому его не хватало или тем детям, которых не обделила ничем судьба, но почему бы не подарить им еще немножечко радости, если у нас есть такая возможность. На мой взгляд, помогать детям это очень важно, тем более в преддверии Нового Года и такого прекрасного праздника, как Рождество. Каждый ребенок хочет получить подарок под Новый Год. И мы решили принять участие в такой прекрасной акции «Работи добро легко». Гостям были рады и взрослые, и дети. Для детей, которые имеют какие-то особенности в развитии, для них поддержка, я бы сказал, поддержка окружающего мира очень всегда важна. Любая встреча детей с представителями других организаций, другого мира, будем говорить, это всегда познавательно, это раз. Во-вторых, это чувство как бы истребованности, будем говорить, детей, и чувство равноправия, равноценности в обществе. Это просто неоценимо. Мне очень приятно, я рада встрече. Подарки нужны, дети очень рады. Пункты добрых дел будут продолжать свою работу во всех точках сбора до 6 января. Список и адреса пунктов добрых дел, а также перечень рекомендуемых подарков все желающие помочь детям могут найти на сайте акции. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. Пожизненное заключение грозит злоумышленнику, который расправился со своим односельчанином. Не выявился, не працюючи, 29-ти річный односельчанин загибло, який, до речи, кілька разів отбывал покарання за вбивство, разбивший напад и крадежки. Правоохоронці в указанном помешканні провели санкционованный обшук, в ходе якого было вылечено все майно та більшість грошевых пошлев, які были выкрадены в бутылок потерпевого. В преддверии Нового года с новой силой встает проблема безопасности пиротехніческих устройств. Продавать их вне специализированных магазинов преступления, напоминают в МВД. Также персонал, который торгует с пиротехникой, должен быть обучен, то есть должны быть соблюдаться все меры безопасности. Также человек должен объяснить покупателю все меры предосторожности и провести инструктаж по пользованию пиротехникой. Преступлением может стать и продажа хвойных деревьев, если они не чипированы, а у продавцов отсутствуют разрешительные документы. Торговля браконьерскими деревцами грозит штрафом до 8,5 тысяч гривен. Наши елочки выращиваются на специальных плантациях новогодних елей, которые предназначены именно для Нового года. Черепы, безусловно, есть на всех новогодних елочках. Все они проверяются телефон горячей линии на нашем сайте, по которому можно проверить легальность елочки. Одесса бережет аутентичные национальные традиции. Взрослые и маленькие одесситы, собравшиеся на вечернице, стали свидетелями дефиле старинных украинских нарядов. Это костюм, сделанный, видите, в технике валяния натуральной. Он характерный как для 19-го, так и для 18-го, так и для 17-го столетия. Этот парень, этот козак, он был самым вершником. Тяжеловато, а так хорошо. Об этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова